Актуальная связь 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 в этом посольстве, и он может четко создавать новые возможности из этих интересов, этих агентств, которые находятся там, в Вакуу. Значит, там, как я сказал, я подчеркиваю, нужен профессиональный дипломат. Самое лучшее это, если профессиональный дипломат имеет хорошие, особенные отношения с президентом в Белом доме, но только редко бывают такие дипломаты, честно говоря. Господин Брайза, у вас есть опыт, дипломатический опыт в Азербайджане, вы были послом США в Азербайджане, об этом мы постараемся поговорить и через некоторое время, но вы, наверное, можете ответить на вопрос о том, что должен знать новый посол США в Азербайджане, который приезжает сюда, что он должен заранее знать для себя. Хороший вопрос. Во-первых, он должен быть в курсе, конечно, не только нефтегаза, но и, как я сказал, это очень стратегическое важное место, которое занимает Азербайджан. Азербайджан. Но, кроме того, он должен иметь стратегические мышляющие мозги. Он или она должна интегрировать очень много другие такие, как стратегические речи и речки, которые плавают все время, которые меняются все время. Но он должен найти стабильную базу интересов США и Азербайджана. Я считаю, что эти интересы обеих стран, они совпадают намного, намного больше, чем люди в Вашингтоне понимают. И это, может быть, это следующий фактор. Раньше, когда я был послом, я почувствовал, что в Вашингтоне был такой конвенциональный способ мышления. Мы говорим «political correctness». И по этому способу мышления люди, может быть, в газетах, журналисты или так называемые эксперты, которые работают в институтах, они ожидали, что Азербайджану не успеется. Они ожидали тогда во время арабской весны, что те же самые акции, протесты состоятся в Азербайджане. Почему? Потому что, я не помню, потому что есть нефть и потому что огромное большинство населения Азербайджана является мусульманом. Думаю, что да, люди так просто думали, что этот новый посол должен понять, что арабский мир – это не Азербайджан. Это ничего не совпадает с обстановкой в Азербайджане. Азербайджан – это уникальная страна, которая хочет дружиться как можно сильнее с США и с Европой. И одновременно он должен найти баланс в отношениях и с Россией, и с Ираном. Потому что, может быть, мы не любим Россию, мы не любим Иран в США, но Азербайджан должен существовать там навсегда. И только в этом контексте стратегической сложности может посол успеться. Господин Брайза, я понимаю, что ваш дипломатический период службы в Азербайджане и ваша карьера – это немного особый случай. Но мне хотелось бы узнать ваше мнение. Насколько посол США должен быть погружен в вопрос армяно-азербайджанского конфликта? Да, вы когда были послом в Азербайджане, вы еще до этого были сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и вообще этот вопрос не стоял. Но, кажется, все-таки сложно будет любому другому, любому новому послу США в Азербайджане избежать вопросов, касающихся армяно-азербайджанского и Нагорно-Карабахского конфликта. Насколько он должен быть погружен в этот вопрос? Он должен понимать самую главную базу вот этого конфликта и то, что, конечно, Армения занимает столько территорий Азербайджана, что есть больше миллионов беженцев и так далее. Да, он должен, потому что эти факты, они определяют политическую реальность в Азербайджане. Что касается урегулирования этого конфликта, он не должен быть в курсе, потому что это просто занимается и должен заниматься сопредседателем минской группы, американский сопредседатель. Новый посол, он должен поддерживать работу сопредседателя. Он должен всегда, все время, как хороший советник, говорить его мнение, но он не должен очень глубоко или глубоко заэнгажироваться в регулировании вот этого конфликта. Господин Брайза, практически синхронизированно Сенат утвердил и посла США в Армении. Это Лин Трейси. Это такое совпадение или в этом есть некий посыл, что и в Армении, и в Азербайджане практически параллельно одновременно утверждаются послы? Нет, я думаю, что это совпадение. Я понимаю, почему это, может быть, выглядит, как это было координировано. Ну, вообще, есть графика такая, что послы во всех странах уезжают летом. И, значит, сейчас, зимой, надо начинать и совершить эту процедуру подтверждения кандидатуры. Потому что, если слишком много времени пройдет до подтверждения, может быть, нет достаточно времени для того, чтобы посла нового приготовиться и так далее. Это нормальная графика сейчас для очень многих послов в других странах мира. И я очень радуюсь тем, что, в конце концов, Белый дом начал этот процесс. Потому что это уже второй год термо президента Трампа. Есть очень много, много стран, в которых нет послов. Например, вот в Саудавской Арабии, например, в Южной Корее. Значит, это хорошо, что процесс идет. Кстати, что вам известно о Лин Трейсе? Ее в армянских СМИ называют специалистом по России. Да, она эксперт по России, но не только. Она служила в Казахстане. Я забыл, но вообще в нескольких странах Центральной Азии и только в Пакистане. И я думаю, что в Афганистане тоже. Значит, она является экспертом вот в этом широком регионе. Вот из Каспийского моря, из России по Афганистану и по Пакистану. Значит, она не особенно любит Россию, например. Нет, она всегда, могу сказать, очень сильно поддерживала свободу и территориальную целостность всех стран бывшей СССР. Значит, интересно будет или что будет, когда она будет вереванием? Я надеюсь, что она будет, я думаю, что она будет так, как можно сказать, в балансе, так как Ричард Милс был. Вы помните, когда он выступил с речью о том, что территориальная целостность Азербайджана это очень важный принцип всего этого процесса урегулирования Карабахского вопроса. Я думаю, что она будет такая же. Немного хотелось бы, господин Брайза, поговорить о самом институте послов в случае с Соединенными Штатами. Разумеется, эта позиция в каждой стране важна. Этот человек представляет одну страну в другой, играет какую-то роль в налаживании отношений. Но насколько важна эта позиция в вопросе взаимоотношений США и Азербайджана? Является ли она судьбоносной? Следует ли все возлагать именно на человека, который занимает эту позицию? Потому что иной раз мы можем видеть послов в Азербайджане, впоследствии в СМИ мы не знаем о их работе, но взаимоотношения между его страной и нашей страной находятся на достаточно высоком уровне. И опять же, в этом случае стоит ли все возлагать на одного человека, пусть даже занимающегося важным должным? Насколько судьбоносна эта позиция? Да, интересный вопрос. Это зависит от администрации Вашингтона и зависит от человека, который занимает этот пост. Вашингтон, если есть разумная политика, касающаяся этой страны, я имею в виду, когда все эти чиновники в Вашингтоне, грубо говоря, правильные думают, когда нет претензий против страны, когда они действительно понимают реальность, обстановку там на земле. Но тогда есть возможность для посла без, можно сказать, трудностей в Вашингтоне быть болельщиком для отношений между этой страной и Вашингтоном. Я надеюсь, что я сделал маленький вклад и сейчас, и после того, шаг за шагом, мои бывшие сейчас коллеги поняли, что надо по-другому относиться к Азербайджану. И если я прав, значит, что работа для Литценберга будет не только приятной, будет успешной, потому что тогда они, эксперты в Вашингтоне, они будут выслушать его, и у него будет возможность быть, как я сказал раньше, быть творческой и использовать все контакты в Азербайджане, все хорошие желания азербайджанцев для хороших отношений с США. И тоже все эти программы и этих агентств американского правительства, которые представляются в Азербайджане. То есть, как я сказал, коротко говоря, это зависит от настроения вашего человека, и в какой степени он может воевать и правильно воевать. То есть добиваться поставленных целей, насколько он заинтересован ставить задачи в контексте азербайджано-американских отношений, доносить это правильно до чиновников в Вашингтоне и добиваться конечного результата. То есть, насколько он чувствует себя частью этого процесса. Правильно? И я бы хотел добавить тоже, это очень важно, что, по-моему, чтобы этот посол или эти чиновники в Вашингтоне, которые занимаются этим регионом, что они не только делают свою работу, они не только занимаются их должностями. Самое главное, это чтобы эта сторона и эти отношения, что это персонально важно для этого человека, чтобы он, мы говорим по-английски, что «you have to care». это должно быть важно для себя. И если да, то тогда ты будешь успешным, по-моему. Это, по-моему. То есть есть некий человеческий фактор, он должен, помимо того, что он утром приходит на работу и вечером уходит, он должен искренне переживать за результат этой работы. Правильно, правильно. Да, и думать об этих отношениях между США и этой страной может быть так, как член его семьи. Понятно, понятно. Господин Брайза, я хотел бы еще об одном аспекте поговорить, который является неотъемлемой частью азербайджано-американских отношений на протяжении многих лет. Это 907-я поправка Конгресса США. Как обстоит дело с ней сейчас? Вроде как Белый дом должен был ее каждый год замораживать. Как сейчас обстоит дело с этой поправкой? Это совершенно несправедливо. Это все произошло, когда, можно сказать, это narrative, как по-русски narrative, история этого конфликта, как было понятно в Вашингтоне, было не так. Армянское лобби прекрасно сделал PR, на много лет риторику, по которой Азербайджан единственный Азербайджан виноват за конфликты. И что армянине ничего никогда не сделали. Они не завели за независимость в Ханкенде. Они никогда не сделали погромы. Армения имеет право не занимать эти азербайджанские земли. Армения имеет право защищать себя. Такая была риторика в Вашингтоне тогда, вот тогда. И это всегда было несправедливо. Это не было то, что произошло. И это для меня всегда было очень трудно. Значит, после этих нападений на Вашингтоне, на Вашингтоне, Нью-Йорк, 11 сентября, да, мы до какого степени сделали гибкость. И мы сделали это так называемый waiver. Хорошо, хорошо. Но снять надо было, снять надо было вот это все. И нам не удалось. И я считаю, что это должно быть снято. Потому что до этого это все, это диалог несправедливый и нечестный. Потому что если только одна сторона виновата, как ты можешь урегулировать конфликт? Это невозможно. Как я сказал, я не знаю, что происходит сейчас там, в Вашингтоне. Но это было бы хорошо, если бы, когда президент Трамп, мне кажется, он интересуется, может быть, чуть-чуть этим регионом. Очень хочет не выглядеть, как он является специальным другом Владимира Путина. Это было бы хорошо сейчас заангажировать Белый дом, чуть-чуть поглубше в этом. И если президент Алиев может иметь хороший диалог с ними, может быть, это одна беседа, я не знаю, где-то. Президент Трамп непредсказуемый человек. И может быть, что он скажет, хорошо, давайте, мы должны с Конгрессом сотрудничать, чтобы снять вот эту резолюцию. Но я считаю, что пока президент Трамп не обращает достаточно внимания вот на этот регион. Господин Брайза, очень коротко, буквально по этому моменту я хочу отметить. Дело в том, что вот то, что вы говорите, надо полностью отменить 907-ю поправку. Об этом говорят и в Баку. И, как правило, нам пытаются объяснить, что это часть сложного, рутинного законодательного процесса США в Конгрессе. Насколько искрення такая оппозиция? Реально, действительно, это архисложная задача убрать 907-ю поправку? Или же все-таки стоит только захотеть, как говорят? Стоит только захотеть и можно, в принципе, ее полностью убрать? Да, я думаю, что это не совершенно честно. Снята эта поправка, да, это не самая простая вещь. Потому что есть такие люди, которые сопротивляют всегда Азербайджану в Конгрессе, которые готовы воевать, серьезно воевать. И если они, чтобы убедить их в том, что они должны согласиться на это, чтобы построить большинство таких, других, надо, как можно сказать, другие члены Конгресса, Сената, они должны быть в курсе вот этой, всей этой сложной истории. Они пока ничего не знают. Не существует достаточно членов и Палата представителей, и Сената. Не существует достаточно, чтобы создавать большинство, которое нужно для того, чтобы снять эту поправку. Чтобы построить это, будет торговля, политическая торговля. И чтобы убедить, например, человека, который не в курсе этого, но который нужен для того, чтобы создать это большинство, надо иметь искра. Искра нужна для таких переговоров между членами в Конгрессе, которые очень хотят, хотят вот эту поправку. И между меньшинством, которое хочет снять это. Значит, да, это сложный, сложный политический процесс, но это не так сложно, как вы сказали. Если есть политические воли, если существует, конечно, что это возможно, конечно. Господин Брайза, некоторое время назад в рамках нашей же передачи вы сказали, что не даже с учетом, визита Джона Болтона, это советника по нацбезопасности президента США, который побывал в регионе. Вы не чувствуете активизацию американской политики в регионе, да? Вы все еще придерживаетесь этого мнения? Вот послов вроде как начали назначать. Что-то меняется в этой связи? Или пока вы скорее не верите в то, что вот американская политика в регионе, она на достаточно высоком уровне, и Америка вовлечена в проблемы регионов в той степени, в которой своему статусу, в соответствии со своим статусом глобальным. Вопрос ясный, ответ не очень. Значит, есть два уровня, да? Что касается профессиональных дипломатов, даже на высоком уровне, в Госдепе, в Белом доме или высокопоставленные чиновники в Пентагоне, они занимаются этим регионом, они понимают, они в курсе. И это очень важно, что посол сейчас приезжает, потому что он может курировать вот эту дебату или определить под новые такие факты там из Баку и может таким образом повлиять на дебату и помогать создать разумную политику, что касается этого нашего региона. Что касается самым высоким уровнем правительства США, я еще сомневаюсь, что Болтин, госсекретарь Помпео, министр обороны Мэттес и президент Трамп, что они обращают внимание на этот регион. Господин Брайза, есть ли в практике в США, что, скажем так, новые послы обращаются за какими-то рекомендациями к бывшим, пытаются консультироваться с ними по каким-то вопросам касательно новой стороны прибывания. И если к вам будет соответствующее, может ли быть соответствующее обращение к вам, готовы ли вы какую-то информацию предоставить новому послу? Всегда. Конечно, это обычный процесс. И я могу сказать, и с послом Морлингстаром, и с послом Цикута я относительно часто разговариваю. Они не всегда выслушали мой совет. Но более-менее да. Были такие, можно сказать, болные вопросы, как вы знаете, вы в курсе. Но вообще, да, это производится. И для меня это всегда была честь, большая честь, что мы коллеги, бывшие коллеги, что мой совет был важным для них. Но с другой стороны, они должны таким образом обращаться к бывшему послу. Потому что, да, бывший посол имеет опыт. Да. И вам надеюсь, что бывшие послы вообще, они не дураками. И надо таким образом обращаться. Ну что ж, господин Брайза, большое спасибо вам за участие, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я вас благодарю. Это было не только большое честь, но очень-очень приятно тоже. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю об американо-азербайджанских отношениях. Мы говорили в рамках передачи «Актуальность сегодня» с бывшим послом США в Азербайджане Мэтью Брайза, который был на связи с нашей студией посредством скайпа. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова